друзья всем привет сегодня наверное продолжу 16 часть но она будет уже называться наверное не было стало а суккуленты на реабилитации то есть сегодня я вам расскажу о тех растениях которые стоят у меня на реабилитации на укоренение это в основном корея корея и наверное часть моих деток которые 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 ну когда-то были посажены из листика по всей видимости все они были посажены из листика у меня если честно вообще нет сегодня настроение ни о чем вот рассказывать так с энтузиазмом потому что я переживаю за свою корею заказ был заказан большой и красивый такие классные растения такие вообще необычные много там есть таких видов которые я вообще ни разу не привозила ну вообще там классные конечно растения судя по фото продавца растение жирные большие крупные прерывалась в общем растения там все классные но денег там вложено немало в эту закупку больше чем во все остальные и вот так получается что прошло две недели она еще стоит на корее то есть она даже не въезжала в россию печалька большая не знаю даже если они и проедут 14 дней они уже стоят в общем приедут они я не знаю в каком плачевном состоянии радует конечно единственное то что сейчас уже спала такая адская жара что сейчас прохладные ночи и что растения ну по крайней мере если не сдохнут то не вытянуться так как вытягивались когда приезжали летом когда они были в пути по 18 дней по 19 вот была одна посылка 21 по моему день вот еще хочу вам сказать что ну единственная радость но можно сказать радость что уже в россии на таможне стоит италия в италии там чуть-чуть будет видов не очень много в основном я заказывала литопсы потому что все спрашивали литопсы кстати литопсы будут разноцветные яркие в основном рыжие коричневые классные прекрасные ну по крайней мере то что заказывала должно быть таким ой на нос села божья коровка кошмар смотрите да это вообще да маленькая какая-то даже какая-то нестандартная вот иди сегодня очень теплый день и разлетались опять осы божьи коровки пчелы всех насекомых очень много ну вот в италии еще будет крестовник такой знаете как щупальцы осьминога такой в разные стороны не помню я как его зовут постараюсь вставить фотку что там еще будет их и верия пурпузорум драмискус коралл ред драмискус кофебин что еще я сейчас вспомню наверное все а пару видов красу там будет еще и карпаскулярия такое растение с пузатыми толстыми листиками на упругом стебле очень интересные кстати растения ну вот надеюсь что хотя бы они придут вот вот эту полку я вам не показывала с того самого времени как снимала самое первое видео а из рубрики было стало конечно прошло наверное около двух месяцев даже чуть больше растения подросли заметно даже я вижу что они подросли я просматривала первую часть видео и сделал для себя как бы такую отметку что они раскопустились пожирнели стали поярче наверное многие не знаю как вам отдельно показывать или нет ну так сейчас пробегусь просто но это вот цветонос цветонос от вот этой розетки вот он длиннющий здоровый я кстати думала что я почему его не срезают от цветонос я думала что в нем будет много листиков которые нужно будет оборвать и которые можно будет укоренить над водой как я это делала но вот смотрите цветонос был выпущен и тут всего было четыре листочка три из которых уже засохли один вот держится давайте его вместе с вами я оторву так если получится его оторвать хорошо да получилось даже с шкуркой ну положу пока его в горшок пусть он подсохнет а потом может быть на стакан стакан надо отдал его чихуаху энзис это вот подрастают детки очень кстати медленно растут прям ужасно медленно эхиверии грабтоверии пинк руби это вот моя двойняшка симуланс лагуна санчо нет сигуны симуланс просто не лагуна санчо с лагуна санчо с вот она вот она а это просто симуланс но она что-то вот но никак она не хочет у меня расти пьет ужасно но по крайней мере испаряется в ней влага прям моментально я ее поливаю наверное через день даже сейчас в условиях дикого холода ночи у нас сейчас очень холодные одна ночь была 3 градуса тепла даже я проходила мимо там по одной улице смотрела что у соседей в загородке померзли георгины то есть был легкий мороз не сильно но у георгины тронуты то есть вот почти что заморозок был на почве это красула это верона это грабтопиталум русби это адромискус химисфарикус это мелаку монро это автерглоу которая не росла не росла у меня в комнате около года и вот этим летом просто вымахала в лошадь на улице до того ей понравились вот эти условия о лошадка какая горшок семерка тут у меня еще в подарок подружки подрастает их и верила у лэнсис а это авторглоу кстати авторглоу сейчас становится похоже очень на их и верю пинки не знаю передаст камера цвет ее или нет она сейчас такого сиреневого розового оттенка очень красивая очень просто вот вот у нее здесь уже листики подсохли я за ними не смотрю вот сейчас мы их обдерем эти листочки там он у нее уже под юбкой детки лезут то есть скоро у нас будет пинки которая пойдет на не пролезла которая пойдет если доживет конечно пойдет в продажу потому что мне не надо много пинки совершенно не надо ни одной достаточно и вообще я мечтаю чтобы они не росли чтобы они вот замерли в одном размере и все вот больше не надо вот хватит но они меня не слушают вот смотрите они все таки схожи немножечко налет вот такой же тонкий лист на авторглоу конечно листья шире она темней авторглоу конечно это бомба это просто бомба ну-ка багира убери свой хвост лень стебает иди не рычи иди тут же у меня зоопарк и насекомые животные кого только у меня нет вот еще покажу красоту вот эту я сама на нее не могу налюбоваться но нет у меня вообще настроение рассказывать с эмоциями о них я их конечно всех люблю все они классные ну вот они ж не виноваты что моя корень не едет правда вот еще одна красота пахиверия пудр-пуф или пахиверия экзотика у нее мощнейший цветонос я так думаю что на ней будут семена потому что в этом году я прям на месте преступления застала осу который постоянно посещает вот эту мою полку постоянно ежедневно после обеда прилетает сюда оса смотрю не она полетела вот и она пила нектар но опыляла как бы вот эти вот растения поэтому я с большей уверенностью могу сказать что семена здесь завязались по крайней мере во многих во многих цветочках цветонос такой красивый мощный тройной смотрите прям как барана рога загнуты вообще классный ну и вообще самая эшка конечно пахиверия вот это сама классная вот это та голова которую мы с вами срубали наверно феврале или в марте вот ну пахивере они все равно тянутся вот смотрите она стоит на улице то есть ей всего хватает и все равно на такая ну форму у нее как бы но вроде листики там нет промежутка в стволе но все равно такое чувство что вот сейчас чуть-чуть ее полей побольше и она сразу маханет в рост выборочно покажу это красула стогнул смотрите это вот уникальная розетка она с шестью концами то есть здесь шесть лепестков я вам рассказывала о ней каком-то из своих видео остальные все обычные по 4 а у этой 6 вот такое чудо у меня родилось ну и какой клоп мамочка он же жрет мои суккуленты вы посмотрите что он творит это те которые вот сильно вонючие клопы фу даже браться за него не хочу противный и где он был что он жрал мою красула козел фу уже прям сейчас запах все-таки в природе есть положительное от насекомых это как красота бабочек и вот эти мерзкие твари вонючие я их просто терпеть не могу могу его приблизить этого панцирь у него конечно красивый перламутровый не могу я его приблизить что за беда бьется не хочет его за лапу держу пинцетом ладно живи улетел они еще и летают так что еще вам показать вот я вам сейчас кого покажу смотрите как я его несу я его несу барон болт за цветонос и вот у него здесь на цветоносе ужасно жирный ужасно толстый и не помеха ему в его росте то что у него горшок семерка вот это такой лопух уже наверное сантиметров 15 в раскиде листьев горшок у него семерка тут вот растет три детки пока не продаются потому что я одну наверно буду оставлять себе все-таки думаю если не вмещу на полке вот этого гиганта то я его буду продавать потому что для моих полок он очень большой жалко конечно но пока не продаем к даже не спрашивайте и вот цветонос у него тоже мощнейший на нем очень много листьев ну известно что барон болт плохо размножается из листа и вот этого барон болта я выращивала из листика который укореняла над водой эту историю я вам рассказывала в одной из своих частей когда рассказываю об этом растении ну красавец конечно ну что про него сказать красавец вялые листики но вялый сейчас поливать очень опасно потому что вот сегодня только теплый день а так даже днем было холодно до 14 13 до 10 а так еще хочу вам показать вон тут а потом поставлю назад это эхиверия monroe pearl berry то есть она отличается от monroe orange тем что у нее листья попухлей пожирней ну по крайней мере сейчас вот это отличие на лицо смотрите вот обычный монро оранж и pearl berry вот листики у него потолще вот так я ничего не вижу что снимаю солнце слепит вот мне он очень нравится конечно таким бы он и остался вообще была сказка замечательное растение и небольшое и растет медленно это все что мне надо вот этот конечно шикарный лотос он наверное стал еще красивее с тех времен как я снимала о нем рассказ обалденный вот я этим растением просто восхищаюсь такая она классная такая она компактная красная прям красная прекрасная офигенная детей вот не дает это violet queen растет туговато но нормально немедленно не быстро средняя меня все устраивает в ней листики вот эти мелкие цвет такой прикольные у нее интересный это хиверия колората листики смотрите у нее повелись потому что тянется в сторону солнца вот колората это родила дитё одно из листа я отрывала наверное листьев 5 один вот до сих пор лежит и и хоть бы что ему бесполезно вот эти наверное по высохли я уже выкинула я уже даже не помню вот похож на на чихуахуэнзис но чихуахуэнзис она более такая компактная у этой более широкие листья ну тоже красота красота конечно и большая на уже горшок здесь девятка в общем если я буду брать каждое растение и рассказывать про него то наверное я вам не смогу показать мои все растения которые я запланировала сегодня ну покажу сейчас наверное хотя бы вот несколько про несколько расскажу вот первое растение фотки я вставлять не буду друзья верьте на слово потому что очень большое количество времени отнимает вставка фотографий поиск этих фотографий где-то там в недрах телефона и либо в интернете если нет своей фотографии ну вот что я хочу сказать про это растение это растение приходило наверно пару месяцев назад может быть два с половиной месяца назад она была одна единственная в одном экземпляре я сначала думал что это эхиверия сейчас скажу сейчас 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 забыла тирамисом листья у нее были она вообще какая-то была непонятной формы у нее сначала листья были очень круглые сейчас покажу вам листик один вот он листик вот с такими листьями такой формы она приходила вот я подписала тирамису но это это не тирамису это однозначно не тирамису но просто я знаю что это этот лист с этой эхиверия мне пришлось оборвать ряд нижних листьев потому что там совершенно не было ножки которую нужно было углублять в землю и чтобы она давала корни и вот она вот эти листики я оборвала у нее часть засохла вот остался один но деток он не дает и вот эта розетка сейчас принялась и начала но вроде те листики вот вроде которые лезут сердцевинки они вроде как круглые а листья которые по бокам они со стринкой в общем не знаю я как ее зовут эту хиверия пока определить ее не не удается возможным буду наблюдать за ней по мере ее роста но однозначно это гибрид лау однозначно кстати про лау вот лежит лист с лау ой что-то у меня руки трясутся вроде кур не воровала у соседей вот но корней нет так что надо под него чуть-чуть полить чтобы он влагу почувствовал так едем дальше это эхиверия арпет вот такого страшного крокодила я себе оставлял от той закупки которую мы много было арпетов вот этих вот такое страхолюдство пока растет на макушечку уже она начала формировать загнутыми вот этими блюдцами листиками я что-то не знаю оторвать мне вот эти листья или пока оставить которые стоят по бокам кстати арпет очень хорошо дает деток из листа где-то у меня есть лист арпет где же он был то где-то был у меня что целая целый лоток еще с листьями вот он лист арпет один я с нее оторвала и 2 еще оторвала недавно и вот он уже дал деток не знаю не фокусирует вот дитё даже там не одно дитё или 1 2 2 дитя там вот а вот еще оторвалась нее но это пока не давал дитё лежит рядом а вот здесь у нее вот смотрите где под листиком черная точечка не знаю будет видно или нет вот черная . я увидел что там сидит что-то белое думаем блин червец и сковырнула когда я поднесла это к руке оказалось что это маханька и маханька и деточка в общем загубила ну и по ходу точку роста снесла и ничего там больше не будет под этим листом печалька так вот интересно было бы вот это арпет ну неплохо все так чувствует мощный у нее налет она сейчас вот эти листики у нее не тронуты и они даже розовинкой отдают очень красивое растение прям мне нравится это красово текта таких растений было несколько одно и оставляла себе но вот так-то не очень хорошо растет хотя она принялась вот такие должны быть у нее крупные листья мои же мелкие я бы не сказала что есть сейчас горшок маловато потому что корневая система у нее слабые ей достаточно для корней вот именно этого объема горшка ну вот что-то на не очень хорошо растет пока думает может быть слишком жарко ей было вот стояла на все время на солнце и все равно побеги у нее под вытянулись что ей надо наверное шоколада ну прикольная такая классненькая 2 сейчас таких едут из кореи не знаю приедут или нет но они не знаю это эхиверея сноубани буни не знаю сейчас прочитаю что там написано сноубани учитается как а наш рыжик пошел которого подкинули цыпленок орет потерялся мире животных ну сноубани оставляла себе самую дохлую детку долго она думала думала ну наконец-то придумала что ей жить получше чем умереть принялась и вот медленно наращивает сейчас вот эти листики ну ничего так себя чувствует нормально все с ней хорошо там какая-то листва вон нападала что за листва это по-моему детка куспидаты вон той пузатой розовой которая рядом с черным рыцарем стоит ну так нормальненькая это растение вы у меня не видели это детка как же она называется в общем подпишу название это гибрид эхивереи канты большая розетка такая у меня погибло к сожалению большая печалька была и вот родилась вот эта детка из листа из одного листа это наверное с мая она у меня растет вот с мая горшок семерка ну так как она растение крупное с большим размахом листьев то вот эта детка считается она уже крупной хотя это еще маленькая детка опять смотрите по мне ползет позже коровка ну да я в тельняшке я люблю тельняшки вот вставлю фотку у меня одна по моему осталась фотография от этого растения ну растение конечно красивое сейчас ничего про него нельзя сказать потому что ну эхивере эхивере ничего особенного вся красота ее проявляется когда она достигает большого зрелого возраста вот тогда она чудесная также здесь стоит эхивере полюкс компактная розеточка ну вот простым глазом она сиренево-розовая на камеру какая-то зеленоватая по крайней мере то что я снимаю то что получится потом не знаю ну классная она классная смотрите у нее вот немножко монстрозные носики на листьях ай не щекотись поползла смотрите ползет вот счастье привалило счастье привалило как ворона в домовенке кузе счастье привалило вот это полюкс 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 это красила мунглоу я все думаю продать ее или не продать нравится она мне но большая она уже стала вот смотрите какой столбик классный жирный цветоносище цветонос кстати упирается в полку и видите загнулся как уже все уже нет места вот так мы и растем бархатистые листики 50 раз я ее показывала ну жирная она как говорится она мне ко двору вот все ей нипочем растет себе растет вот здесь где прерывание розетки это был цветонос предыдущий вот после этого она отцвела и перенаправилась в другую сторону начала расти вот сейчас она опять растет цветет вернее и будет наверное опять расти ну такая интересная прикольненькая если ей срезать макушку то она начнет вот тут давать деток из пазух листьев мне если честно жалко этого гиганта губить вот такой столбик прикольный бархатный это садик на укоренении пахифитум аметистинум это 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 крисси энрайн один кустик и дай бог памяти краптопиталум супербум это садик из колонхоя розовые бабочки ну там походу уже нам не только бабочки там еще какие то вон листья лежат вот на маленьких листиках уже появляются эти бабочки крупных нету я все распродала крупных у меня нет вот только вот такие детки ну кстати не сказала бы я что они очень быстро растут вот это детка растет наверное месяца уже вот крайняя боковая растет уже наверное месяца 3 а может быть 4 прямо очень медленно не знаю мне в этом году вообще очень плохо дети растут развиваются с чем это связано вроде грунт нормальный у них с поливом я им вроде не жадничаю понимаю что детей надо поливать почаще ой не туда засунула ну а вот что-то все равно не то это дудлея название под название не помню но то что это дудлея конечно видно это не вайт гнома это другая дудлея с длинными листьями вот я вам рассказывала что она не давала у меня корни и я ее держала в воде именно корневую систему ее держала в воде месяца полтора и вот ближе к осени у нее там наросли корешки и я сейчас ее пару недель назад посадила в землю ну не знаю пока я как бы не особо вижу того что она хочет хорошо расти листья все равно у нее усыхают в общем проблемные очень растения но я не сдаюсь я знаю что корни у нее есть ну вот розетка раздвоилась это уже у меня произошло но это не признак того что ему хорошо просто время пришло и раздвоиться так как у нее корни в воде были то какие то все таки процессы роста шли но не активные процессы красивые налет обалденный как у лао вот это вот не хотела вам показывать знаю будете просить но пока не просите потому что тут еще нечего просить это дети наконец-то у меня решили выжить отрывала много листьев от эхиверии трампет пинки и вот все эти листья посохли все детки как бы они все дали деток но корни не давал никто и лист засох и детки начинали усыхать я реально плясала над ними вот плясала стану танцы с бубном вот это видите одна только из них более-менее принялась и начала расти а эти пока еще в раздумье сложное растение почему-то хотя зимой у меня было две детки отрывала два листа родилось две детки они нормально росли но может быть жарковато им все-таки зимой они хорошо развивались наверное все-таки от жары а вот там еще какая-то детка я даже не знаю что это за детка но тоже видимо что она из листа что это за лист даже не знаю но какая-то с небольшим налетом даже не могу предположить что это за растение наверное альбиканс леганс альбиканс это моя дохлая унгу и кулата вот унгу и кулаты едут из кореи не знаю приедут или нет не помню уже сколько я ничего не помню даже не хочу никуда лезть все это бередить в памяти я уже так смирилась что я не получу эту посылку нет не знаю мне такое предчувствие что она ко мне не приедет самые классные растения самые долгожданные мной и вами и вот такой вот казус печальный так что вот это унгу и кулатка махонькая очень долго болела она у меня очень долго принималась листья у нее на солнце хотя говорят корейцы прямо там солнце сразу их можно ставить не всех какие-то нормально относятся к солнцу вот а вот это оказалось нежное много листьев у нее погорело потом они высохли я их отодрала вот даже из центра розетки то есть она такая вот можно сказать однобокая стоит но ничего так все равно налеты у нее конечно изумительные вот эти треугольнички которые как бы спускаются обалденное как же мне пролезть то вот ну я думаю видно да хотя я ничего не вижу вот это онгу и кулата три таких точно едет а может быть и четыре не помню эх ну и завершу обзор я эхиверия лау лау это была из Италии несколько было на продажу эту я оставила себе пересадила я ее ну где-то месяц назад только так она все время росла в этом торфяном грунте я ее поливала редко вот и сейчас я ее как бы тоже трясусь над ней потому что это растение взрослая корневая у нее большая корни я ей подрезала и вот выжидаю время пока она нарастит новые корешки поливаю по чуть-чуть поэтому она еще вяленькая вот тургор у нее вот эти листики они у нее вялые ну так сегодня проверяла там внутри ствол смотрела вроде крепкий вроде нормальный надеюсь с ней все будет хорошо вот а вот мой осел прилетел который меня посещает вот он вот он вот он оса это которая постоянно вот я сказала после обеда приезжает и ой при приезжает прилетает и вот она опять прилетела вот именно после обеда я не знаю с чем это связано может быть у нее обеденный перерыв может быть наоборот у нее время покушать Ну все, друзья Я думаю, достаточно А то вам уже надоело, наверное, это все слушать 32 минуты у нас То, что осталось на этих полках Я постараюсь вместить еще в одно видео Это кухонная полка Там еще в зале есть полка Я, наверное, никогда с ними не закончу Их очень много Ну и как бы Обзор свой тоже самый Следующий начну с того, что покажу вам Поближе некоторые растения Которые вот стоят здесь сейчас Ну как вот эти, вот вынимала Вот Так и те покажу Рыжик вон улыбается Вот он, рыжик улыбается Жалко так его Умный очень пес Но никому не нужный Ну все, друзья, всем спасибо за просмотр До новых встреч Желаю всем здоровья Добра Красивых И хороших Растишек Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...